Еще один важный вопрос, который стоит на личном контроле губернатора Тверской области Игоря Руденя. Он касается устранения последствий пожара в НИИ ВКО 21 апреля. В Твери продолжаются работы по разбору завалов в сгоревшем здании военного научно-исследовательского института. Пострадавшим и семьям погибших будет оказана поддержка. Об этом рассказал губернатор Игорь Руденя в прямом эфире на телеканале «Россия 24» 28 апреля. Также глава региона сообщила о дальнейшей судьбе пострадавшего от огня здания. Подробности прямо сейчас. Сотрудникам НИИ, которые пострадали во время пожара 21 апреля, оказана медицинская помощь. Они идут на поправку. Четверых уже выписали из больницы. В основном они получили ожоги, травмы или отравления продуктами горения. Об этом рассказал губернатор в программе «Прямой эфир» на телеканале «Россия 24» 28 апреля. Накануне 27 апреля Игорь Руденя и полпред Игорь Щеголев навестили в областной клинической больнице пострадавших. Перед визитом они лично побывали на месте пожара, где возложили цветы и почтили память погибших. Было принято решение, что семьям тех, чьей жизни унесла эта трагедия, и тем, кто пострадал, будет оказана материальная помощь. Между тем, многие жители Твери задаются логичным вопросом. А что же будет со сгоревшим зданием? Его судьба остается на контроле властей разного уровня. После окончания следственных мероприятий, после окончания разборки завалов в здании, это буквально еще менее неделя по информации от МЧС, то мы уже тогда с Минобороны будем обсуждать вопрос, как это здание, какая будет дальнейшая судьба. Потому что это федеральное имущество. Но подчеркиваю, что мы это относим полностью к своей компетенции, к тому, что мы будем вместе с нашими федеральными коллегами решать эту задачу. Это самое здание НИИ построено в конце 40-х годов. И в нем были еще пустотные деревянные перекрытия. К слову, к таким же постройкам, которые в Твери и области имеются, будет повышенное внимание. Мы понимаем, что это очень серьезная задача сегодня провести мероприятие по противопожарной безопасности в аналогичных зданиях, которые являются старыми. И, к сожалению, уже сегодня не отвечают требованиям пожарной безопасности. Что именно стало причиной возгорания в этом здании, установят специалисты. Сотрудники МЧС и правоохранители уже больше недели работают на месте трагедии. Надо еще раз отметить профессионализм и мужество пожарных, спасших десятки людей и не допустивших большего числа жертв. В настоящее время продолжается разбор завалов. В нем участвуют ежедневно от 75 до 150 человек, плюс работают специалисты испытательной пожарной лаборатории. В связи с проведением всех этих работ ограничено движение по набережной Афанасии Никитина. Это участок от Комсомольского проспекта до площади Мира. Ограничения будут длиться до полудня 4 мая. Напомню, что возгорание в здании НИИ произошло утром 21 апреля. О ликвидации сообщено лишь 22 апреля в 7 часов 33 утра. В пожаротушении было задействовано 349 человек и 91 единица техники, включая вертолет Ми-8.